Анализ диагностики, которую делали сначала. Значит, нажимаем на анализ. И программа сейчас будет обрабатывать все данные, которые поступили при диагностике. И мы получим конкретные функции органов, риски заболеваний и также акупунктурных точек. Здесь, значит, где-то проходит несколько секунд. Вот, нажимаем органы и системы и смотрим. Значит, у меня здесь лимбическая система 75. Что это означает? Все эти цвета здесь показаны. Например, красный – это гиперфункция. Это когда орган очень напряжен. Дальше следующее – это переактивация. То есть это тоже довольно напряжен орган для того, чтобы сделать свои функции и выполнить гомеостаз, то есть баланс. Функциональное напряжение – это розовый цвет и повышенная активация – это синий. То есть повышение активации – это может быть всегда. Зеленый цвет – это вот нормально работает орган. И желтый – это гиперфункция, когда снижена функция органа. Но поскольку организм – это динамическая система, она постоянно приспосабливается к различным изменениям. Это может быть температура внешней среды, это может быть еда, которую вы съели, даже мысли, стресс. Это очень много различных влияний, которые делают так, что органы постоянно меняют свою функцию. Но они, конечно, должны быть в каких-то пределах. Например, у меня сейчас показано здесь, что лимбическая система 75, то есть повышенная. Это лимбическая система связана с эмоциями. Ну а остальные у меня, так сказать, очень такая повышенная активация немножко. Это почти норма, когда синий цвет. А зеленых, если мы придем внимание, то зеленых очень много. То есть нормально выполняющие свои функции. Если мы хотим узнать, есть ли желтые, то мы вот сюда приходим на белый квадратик. Посмотрите, убираем единичку. Отсечение делаем. И тогда смотрим, есть ли желтые какие-то. Да, есть один, но это на границе, перистатика моторика. 30, в принципе, это норма. Потому что 30 до 50 считается нормальная функция. Значит, выводы какие-то делать сразу же нельзя, потому что это одно сканирование. Но если человек делает несколько сканирований, например, завтра и послезавтра, и повторяется одно и то же напряжение какого-то органа, скажем, там, кого-то тонкий или толстый кишечник, и постоянно показывает, если гиперфункцию, это означает, что есть проблема. Но по первой диагностике это, как говорится, нельзя делать выводы. Риски, тут тоже риски заболевания, тоже на том же принципе. Если красный, это большой риск. Если коричневый, то это немножко меньше риски. Еще меньше риск, когда розовый цвет. Но у меня, например, риск, дефицит магния, не очень большой риск, признак воспаления десны. Хотя это может быть и на самом деле проблема. Но в основном у меня, так сказать, такие маленькие риски. Дальше психология. Это тоже показано наличие упорства для достижения поставленных целей. У меня немножко повышено это. Признак эмоциональной равновешенности. Ну, чуть-чуть. На самом деле, на слоях нет проблем. Но самое главное, это рефлексодиагностика. Вот здесь мы, значит, видим, здесь мы видим вот этот фантом. Если мы нажмем на него два раза, то мы видим точки, которые мигают. Это как раз точки, которые необходимо делать коррекцию. И, значит, вот эти все точки, они здесь перечислены. Вот они здесь все есть. Вот так. Конкретные точки. Но мы, так сказать, можем, так сказать, если есть время, то можно пересчитать. В принципе, это можно, когда мы делаем принт, то там видно конкретно сколько точек. Сейчас мы делаем выход отсюда. На самом деле фантом можно вращать. Если мы нажимаем на, ставим галочку вращения, то он будет вращаться. И мы можем видеть сзади, какие точки мигают. То есть эти точки необходимо, так сказать, необходимо корректировать. Что система и будет сама делать, когда вы войдете в коррекцию, будете делать коррекцию. Сейчас мы выходим. Вот здесь видно, видите, вот эти точки красные, это очень повышенная активность. Ноль. Это, наоборот, сниженная. Но если мы хотим видеть абсолютно все точки, то мы нажимаем, скажем, там на синий, вот здесь, и видим тогда практически все, которые немножко повышены, меньше повышены и так далее. То есть, как правило, у многих людей вот эти точки необходимо корректировать. Всего 730 точек, но, как правило, у людей бывает где-то от 50 до 150 точек, которые необходимо корректировать. Ну, у меня здесь где-то, где-то 50, наверное, 60 точек, которые надо корректировать. И, как правило, после коррекции остается очень мало. То есть, всегда коррекция восстанавливает эти точки за счет резонанса. Значит, вот мы выходим отсюда. И, вернее, как мы сейчас опять перейдем вот к результатам. Возвращаемся опять сюда. И, значит, после этого мы можем делать тест стрессоотягощения. Это посмотреть, какие паразиты и паразиты и бактерии активны в организме. Но мы к этому вернемся. Сейчас, наверное, лучше посмотреть. Сейчас перейдем к измерению. Вот час, когда проходит час, то программа опять начинает делать, начинает делать сканирование пространства. То есть, она калибрирует аппарат. Но пока она это делает, значит, мы подготовимся к тестированию препаратов. Тестирование препаратов мы делаем таким образом, что накладываем электроды тоже так же красный на левую кисть. Но наоборот, наоборот, не на МЦ6, 7, а напротив есть точка. Вот сейчас я вам покажу. Я пока значит, вот выключу экран, чтобы лучше было видно. Значит, вот накладываем, но только напротив. Вот, видите, значит, сюда одну и также на правую руку накладываем. Также накладываем на правую таким образом. Вот. И далее, значит, я включаю экран снова. Сейчас, значит, посмотрите, что сейчас будет дифференциальная, вернее, тестирование препаратов. Мы ставим галочку тестирования препаратов. Здесь мы выбираем сколько препаратов, но у нас нужно до пяти. Мы выбираем, скажем, два. Здесь на самом аппарате есть чашечка такая, в которую мы можем класть препараты. Но пока первое мы включаем старт без препарата, просто включаем. Здесь показано, на какие точки. которые я показал. Окей. Вначале без препарата. Значит, сейчас Маникор смотрит перед, так сказать, тестированием препарата, смотрит общее состояние сейчас, в данный момент. И когда появится надпись «Положи первый препарат», тогда мы его положим. Вот сейчас появится надпись. где-то примерно немножко минуту где-то он смотрит. Вот положите тестирование в алиминную чашку, в алиминную чашку, кладем первый препарат и далее спешим. Да, окей. И вот сейчас аппарат смотрит каждый препарат имеет свои частоты. И аппарат смотрит, как эти частоты влияют на органы. То есть, мы потом увидим, как изменятся органы по сравнению с исходным состоянием. конечно же каждый препарат даже если он очень хороший, он не может улучшить все сразу органы. Он улучшает какие-то органы, какие-то он наоборот активирует, очищает. Но мы выбираем те препараты, которые скажем, при конкретной проблеме улучшают этот орган. Например, если у вас проблема с желудком, и этот препарат показал, что желудок вылучился, значит, он подходит. Или там суставы и так далее. Вот, уберите этот препарат и положите следующий. Вот сейчас следующий кладем. Окей. И он тестирует следующий. И так можно до пяти препаратов. Потом посмотрим, значит, как изменятся органы в сравнении с исходным состоянием. Вот этот тест можно, опять же, вот каждый препарат, он может, может быть, вечером лучше подходить, чем днем. В принципе, здесь можно делать по одному и тому же препарату, который вы хотите исследовать, подходит вам или нет. Хорошо, вы делаете и утром, и вечером тест, и посмотреть. Если он, скажем, там всегда вечером показывает, то тогда принимайте препарат вечером, то есть у вас улучшение идет. Например, я тестирую витамин Д, для меня всегда он вечером подходит. То есть утром он не дает таких значительных улучшений. Посмотрим. Значит, сейчас, вот он сейчас показывает. Процесс окончен. вот у нас стартовое состояние первое. И потом мы смотрим желудок, как, например, сфинктер отреагировал. Вначале была активация, потом возвратилась обратно. То есть никак на самом деле. Так, значит, и вот мы смотрим. Значит, вот скажем, но видно, что у меня вот шестерки, вот здесь, видите, была шестерка у меня, потом стала пятерка, то есть желтая. Это снизилось ресурсы, потому что вот эти частоты, они как бы работали, как как будто мы на самом деле приняли этот препарат. И поэтому затраты были энергии на какие-то изменения в организме, были затраты. Поэтому снизилось у меня. Ну, тут видно, какие изменения произошли. Например, вот мозговой слой надпочечников было 17, то есть он снижен, а потом стало нормально. И тот, и другой препарат улучшил состояние надпочечников. Далее, желудок тоже тот, и другой улучшил. Ну, не улучшил, активация произошла небольшая. Ну, во всяком случае, вот, зрительные функции, но тот, и другой повлиял хорошо. Но в основном оба, вот видите, оба, вот, особенно последний препарат, особенно последний, очень хорошо мне подходит, потому что, видите, все буквально зеленое, и, то есть, если мы возьмем, скажем, вот, тоже желудок, бирохолиодок, системы и так далее, то есть он на самом деле, вот этот второй препарат намного лучше подходит мне. Ну, естественно, ресурсы снизились, поскольку требовалась коррекция, которая требует затраты энергии. Ну, сейчас мы вернемся обратно, то есть мы провели тестирование, сейчас мы вернемся обратно к измерению и посмотрим влияние паразиты или какие паразиты или бактерии есть. Значит, всего 170, если мы приходим стресс оттягивающей, мы должны обязательно галочку поставить, последний диагноз, который мы делали. И дальше приходим сюда. Вот здесь масса различных паразитов и так далее, которые мы можем сейчас посмотреть. Но мы есть в данном случае, вот я сейчас тоже уберу экран временно и покажу как одеваются электроды. В данном случае мы вот исходное состояние мы исходное состояние значит тут как вначале при диагностике ставим исходное. Так вот и дальше мы значит используем дополнительный дополнительный кабель секундочку вот дополнительный кабель который одевается там где гнездо для наушников в компьютере выставляете гнездо для наушников и одеваете на левую руку так одеваете на левую руку также одеваете второй который рядом ложится рядом с тоже на левой руке рядом показан и также рядом на левой руке одевается такой электрод ручной электрод вот таким образом значит три электрода так теперь мы снова включаем экран и выбираем до десяти можно выбрать скажем там ну я сейчас много не буду чтобы время не тратить ну десять можно скажем там я выберу цитомиогаловирус Эпстейбарвирус Эпстейбарвирус выберу скажем там ну и выберу тут еще есть тоже можно ли есть так сказать можно ли нормализовать скажем нервную систему или гипофис или ну мы сейчас посмотрим иммунную систему надо ли мне нормализовать иммунную систему так три пока старт далее значит нажимаем на измерение и программа сейчас проходит проходит тех те бактерии паразиты которые я поставил галочку то есть еще раз повторяем можно десять подряд а вообще в течение дня двадцать четыре можно мерить и значит ну здесь только трех мы выбрали не надо забывать что если я выбираю одну бактерию это не значит что это один будет их много разных форм и все формы диагностируются то есть посылается сигнал этого паразита который уже известен если есть резонанс то значит он присутствует если нет резонанса значит его нету но надо понимать что мы все имеем этих паразитов но они неактивны но как только ослабевает организм они могут активизироваться и показаться это не значит что это проблема надо просто убрать их помочь иммунной системе так сказать быть сильнее вот мы сейчас только три посмотрели надо обязательно замаркировать вот сегодня двенадцатый мая вот и показало что да вот есть у меня сейчас просто иммунная система немножко ослаблена в связи с большими нагрузками поездками и так далее поэтому показано что да надо нормализовать иммунную систему есть вот это эпицембар вирус вот самое самое страшное это когда темно-зеленый темно-зеленый цвет цвет и зеленый немножко легче но все равно то есть как бы присутствует какая-то активность вот а красный розовый желтый то это можно сказать что нормально но в данном случае значит не надо нормализовать иммунную систему надо значит тоже убрать этот мегаловирус я нажимаю на коррекцию и аппарат показывает что 26 минут нужно работать но скажем у некоторых людей очень много различных вирусов и так далее и поэтому может быть там говорит полтора часа надо поэтому есть такая функция здесь изменить схему то есть мы как бы переносим эти частоты переносим на вот есть такая часть которая подключается к аппарату магнитная и мы подключаем подключаем далее значит мы можем переносить эти частоты на магнитную ленту это обычная магнитная лента для видеозаписи или для аудиозаписи нарезается вот так и кладется на эту магнитную штуку скажем две штуки да далее мы изменить схему и нажимаем на изменить схему и нажимаем на десятку то есть 10 раз и тогда только 2 минуты вот сейчас я нажимаю на старт 2 минуты будет коррекция этих паразитов но на самом деле я должен был 26 минут но я скорректировал то есть сжал как бы это время и вместо этого переношу на вот эти магнитную магнитную ленту кусочки магнитной ленты которые я потом могу наклеивать 2 минуты идет но одновременно также идет коррекция то есть 2 минуты это мало но хоть что-то в основном все это идет на так сказать на магнитную ленту которая потом эти частоты будут переноситься на организм в течение 6 часов то есть 6 часов наклеиваем и идет коррекция проверять можно только лишь через 24 часа вы можете снова сделать скажем диагностику через 24 часа или конечно позже там 2-3 дня но 2-4 часа это минимум и тогда мы можем знать что так сказать действительно они ушли если они не ушли или частично так сказать надо продолжать дальше есть паразиты которые могут держаться долго бактерии и тем то и хороший аппарат маникор что он помогает организму избавиться от них не только иммунная система но еще с помощью частот помогает убрать эти этих паразитов или бактерии на самом деле это очень очень важно конечно чтобы мы убрали этих паразитов из организма или дезактивировали их дезактивировали ну вот хотя 2 минуты но программа думает что все таки а вот сейчас все закончено генерация закончена значит я могу убрать убрать теперь вот это для паразита уже не нужно убираю и теперь нам только остается вот обычные электроды обычные электроды вот теперь я хочу показать что вот эти 2 2 так сказать магнитные ленточки потом наклеиваются на МС7 на МС7 и таким образом человек 6 часов держит их вот и они делают свое дело через эту акупунктурную точку эти частоты входят в организм и так сказать корректируют убирают эти вирусы или бактерии ну теперь значит мы можем уйти отсюда уйти то есть мы можем проверить только через 24 часа выход выход и выход вот теперь значит мы тоже здесь значит выход сейчас мы перейдем опять там где измерение и вот здесь мы можем делать диагон коррекцию теперь вот коррекцию это как раз корректировать все точки органы которые мы анализировали в начале вот здесь значит выбираем время было сейчас 11 минут мы можем выбрать полчаса мы можем выбрать сколько угодно но у нас сейчас тут нет особо времени вообще обычно полчаса 40 минут нужно делать коррекцию ну я просто покажу так 4 4 минуты и каждые 2 минуты значит будет показано что что менялось мы включаем коррекцию если если мы убираем коррекцию мы можем с помощью маникора смотреть что происходит при другой коррекции при других терапиях например массаж или какие-то восточные методы и так далее вот значит но как проводится коррекция в принципе вот нужно обязательно самую слабую точку поставить в данном случае самая точка С7 на левой руке то есть я передвигаю сюда на С7 а если бы это была точка на ноге тогда я должен использовать вот тот электрод который мы использовали вот этот то есть одевать вот он видите он вот этот снимается тогда мы бы сняли его и одели бы вот так и наклеили на ногу или где-то на любую точку на самом деле аппарат тоже можно работать по больным каким-то местам где-то боль в колене можно наклеить просто электрод на колено а второй электрод должен где-то быть в другом месте вот для коррекции неважно можно брать оба электрода которые можно наклеивать они два электрода есть в упаковке можно значит один такой ручной электрод или один который мы наклеиваем но в данном случае мы сейчас поставили время 4 мы можем поставить 30 минут как угодно и включаем старт маникор то сейчас маникор будет корректировать то есть он будет находить те органы и точки и восстанавливать их здесь я дал 4 минуты и этап итерации это можно тоже поставить там 6 этапов это раз каждый например если вы 40 минут корректируете 40 минут то вы можете стоять там 5 минут то есть в течение 8 раз вы будете видеть каждый через каждые 5 минут что происходит с организмом как изменились органы и вот тут важно очень что вот эти этапы итерации важны поскольку мы видим если орган стабильный или там часть система стабильная то тогда не будет больших изменений а если же будет прыгать вот он сейчас первый этап итерации там прошел вот и сейчас значит покажет что что происходит в этот момент вот сейчас у меня эти шестерка опять то есть ресурсы 6 и вот эти органы активизировались позвоночник тазобедренный сустав и так далее он идет дальше сейчас корректирует дальше но после коррекции скажем там час прошел вы увидите какие изменения может быть так и очень часто бывает что ресурсы снизились это говорит о том что организм затратил энергию на то чтобы скорректировать что-то каждая коррекция необходима энергия для этого поэтому это нормально но главное что смотреть скажем там через сутки вы посмотрите как это что произошло потому что каждая коррекция она безусловно улучшает организм но нужное время иногда нужно где-то 10-15 сеансов чтобы на самом деле восстановить организм в зависимости от возраста иногда конечно достаточно может быть 3-5 сеансов потому что когда мы восстанавливаем точки все равно эти точки привязаны к каким-то проблемам внутри все взаимосвязано и даже если мы восстановим точки то они могут вернуться обратно поскольку там эти точки привязаны например к какому-то вашему беспокойству если у вас по-прежнему беспокойство это то безусловно там возвратится эта точка но все равно медленно но верно происходит изменение и поэтому общая корректировка организма влияет также и на психику то есть становится спокойнее и лучше реагирует на различные внешние обстоятельства поэтому здесь нет такого вот очень важно понять очень важно понять что маникор показывает на самом деле текущее состояние динамику изменений нет ничего стабильного в организме люди думают ошибочно думают что вот если вот какой-то орган больной то он будет там все время больной нет он есть еще компенсационные механизмы органы поддерживают друг друга то есть здесь нельзя вот так вот говорить что вот этот больной орган и все тут нет мы должны постоянно чем хорошо мы можем все время делать этот мониторинг и смотреть как изменяется если постоянно проблема с орган туда тогда это на самом деле проблема ну вот значит здесь мы поскольку всего кстати я забыл совсем показать что одновременно одновременно можно включать цветотерапию нажимаем на цветотерапию делаем старт и вот программа вырабатывает при диагностике вырабатывает индивидуальные цвета индивидуальное значит сочетание цветов для для восстановления ритмов головного мозга то есть когда мы делаем коррекцию пациент может одновременно получать коррекцию орган организма точек и ритмов головного мозга то есть пациент сидит смотрит слушает эту музыку кстати музыку тоже можно там менять добавлять выбирать свою какую-то музыку программа предусмотрена все это но мы уже прошли это измерение мы делаем выход выход и в принципе вот потом чтобы в экспорт когда мы идем мы смотрим что было у нас какие изменения были вот видите значит мы проводили 14 12 14 12 вернее так 14 14 14 30 здесь значит два препарата есть которые мы смотрели так и вот как изменялись как изменялись органы вот вот здесь внизу это вот с препаратами то что мы делали а здесь наверху к сожалению у нас итерация маленькая всего 4 минуты а так было бы тут много различных столбиков где изменения органов ну вот у меня вот видите например гортань пошла к нулю это означает что там сейчас на самом деле изменения после простуды энергии нету я бы должен был работать больше с гортанью чтобы восстановить ее я поскольку я просто показывал как делать на самом деле еще раз повторяю 30-40 минут должна идти коррекция иногда час или даже больше немножко ну вот таким образом значит мы можем контролировать далее мы выходим отсюда вот мы провели коррекцию еще раз повторяю что если мы убираем коррекцию мы можем контролировать воздействие другой терапии то же самое мы можем видеть итерацию ставить и смотреть что происходит с организмом во время вашей другой терапии вот и значит еще последнее здесь запуск по симптомам комплексам внизу мы выходим сюда запуск частот по симптомам комплексам и вот здесь много есть разных видите тут конкретные симптомы конкретные бессонница например вы хотите избавиться от бессонницы нажимаете бессонницу здесь бессонница и здесь у нас появляется выбранные схемы видите мы значит что делаем мы берем замаркируем это копируем и вставляем сюда поиск в нее так нажимаем на рецептуру то что мы находим мы вставляем сюда бессонница да и поиск вот он показал значит какие частоты при бессоннице это частота и это частота выбираем но вот эти частоты они не только для бессонницы справа видите перечисления они для отеков там и для всего и значит включаем коррекцию вот здесь 16 минут коррекция то же самое что и с паразитами мы можем перенести это на магнитные на магнитную ленту и так сказать для этого также изменить схему тоже на десятку нажимаем одну минуту только значит мы кладем на магнитный датчик магнитную ленту нарезанную магнитную ленту и значит включаем старт то есть одновременно мы как бы воздействуем на проблему с бессонницей но в основном значит мы работаем с магнитной лентой или на воду можно переносить или можно переносить на скажем на эфирные масла также это очень но тогда мы можем перенести информацию тоже ставим на этот магнитный датчик и переносим информацию прямо на бутылочка туда и потом мы можем дышать то есть вот эту информацию дышать чтобы оказывать влияние на конкретную проблему вот таким образом значит теперь мы выходим отсюда выходим ну мы можем также и другие выбирать если скажем вот в схемах если вот перечни симптомов масса симптомов разных если только нету то что вам надо тогда вы можете записать вот здесь где поиск как в гугле записать тоже по-русски записать там например глаза проблемы с глазами глаза напишите там тоже может выйти какие-то точки которые будут помогать вам то есть аппарат будет по этим точкам работать и улучшать работу глаза или уши или что угодно то есть вы можете всегда пробовать писать то что вам необходимо то есть таким образом сейчас мы это убираем это убираем и сейчас тоже беру экран сейчас хочу подвести вот итоги что чтобы для меня очень важно чтобы люди поняли что такое маникор на самом деле маникор это очень хорошая система которая на самом деле показывает работу организма динамику работы организма и мы имеем очень много возможностей здесь чтобы корректировать во-первых мы можем корректировать убирать паразиты бактерий помогать организме основную работу конечно организм делает но мы помогаем с этим например уменьшаем влияние убираем совсем эти паразиты бактерии далее самое главное что делает маникор это корректирует коррекцию органов систем и акупунктурных точек что очень важно то есть акупунктуру без иголок вот это очень хорошая акупунктура не нужно быть профессионалом чтобы делать правильную акупунктуру аппарат знает что надо делать и поэтому он может это делать далее значит мы можем также выбирать конкретные симптомы можно вначале мы делаем общую коррекцию плюс коррекцию через цветотерапию и музыкальную терапию это как бы дополнение хорошее вот но мы также можем конкретный симптом выбрать и это будет тоже хорошим дополнением таким образом мы довольно обширно можем оказывать воздействие на организм и оказывать большую помощь организму для борьбы с различными нагрузками потому что это самое главное помогать организму поднимать адаптацию то есть энергетические ресурсы вот то что делает маникор ну и также мы можем тестировать препараты и оказывать значит то есть тестировать и смотреть какие препараты нам подходят какие нет безусловно могут возникать вопросы в связи с работой аппарата но всегда можно написать нам мы всегда поможем ответим на те вопросы которые возникнут в процессе вашей работы надеюсь что вы получите на самом деле очень большую помощь от этого аппарата и системы для вашего здоровья и также для вашей работы с пациентами поскольку аппарат может на самом деле поднять посещаемость во много много раз и это уже было доказано всего доброго